финансы не было не были мотивации мне немного трудно поверить в это то есть вы сами говорите что у вас жизнь поломалась и так далее то есть вам деньги нужны были а там это хорошие деньги те которые платили там 150 200 тысяч в украине хорошо какой тогда мотив не хватало специалистов я считаю себя отличным специалистом у меня после учебной срочной службы я не говорю о том что это не хватало специалистов в российской армии ваш мотив личный какой был листе на войну да вот ну должен же у человека быть мотив тоже про учебу хотел инженером с детства стать тоже говорят то то после спецоперации на высшее образование бесплатно так как нет у меня не было отца учили меня каждый да и все пытались который меня родил породила и у нее не как бы сам для себя отучиться хотелось бы еще то есть вы на войне учились я здесь тоже смотрел как инженер да мне нравятся какие-то приборы вот это вот все там посмотрел там посмотрел хотелось бы прийти в россию да и поучиться еще на высшее образование а в россии нельзя этого соучить или как так это для этого нужны деньги я как бы старался последнее время ограждать себя денег ну то есть я понимаю что как бы главным мотивом это было все таки деньги но мы все равно приходим к нам на нас например люди смотрят а вот мы разговариваем вот для меня ваш мотив зайти в украину это были деньги ну потому что грубо говоря у вас жизнь как бы не сложилась у вас не было денег и вы решили пойти добровольцам заработать деньги в украине ну да они как бы на последнем месте но они как бы в основе хрена они в основе стоят да вот это подучиться и так далее то есть но на гражданке нельзя было это все подучить хорошо выйти потом механика а что вы хотели учить дальше вот в институте блин я вообще есть мечта наверное создать свой автомобиль для импорта не экспорт а импорт россии вот хожу собираю информацию много умов же отовсюду и молодой ровесник старшее поколение да все по чуть-чуть немного знаю до импорта или для экспорта импорт только импорт только российское производство российский внутренний рынок а вот этот вопрос вот за все годы типа нормально автомобиль в россии так и не создали да а вы что должны были сделать прорыв у на россии на российском рынке да у меня есть знания которые в советском союзе придерживались и как бы это был был а какая мощная машина как-то которая сейчас очень популярна среди вот например российских богачей на которой они ездят российская российская да x-ray 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 а то есть на ней все ездят да то есть ездить не на не на правда крузаках и так далее на x-ray и спросили про русскую да вот которая очень популярна среди например которая прорыв на рынке сделала который готовы купить x-ray на российской да 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 x-ray власти а все ездят а то есть олигархи ездят на x-ray на власти до русских олигархи я не знаю кто такие олигархи я сейчас не знаю богатые люди наверное нет они ездят на каких-то ну это же прорыв в русске ну кто-то поддерживает отечественную марку а кто-то не поддерживает кто есть патриоты которые поддерживают у меня есть знакомые которые ездят реально на приорах потому что сколько они зарабатывают некоторые заработают шестьдесят тысяч месяц рублей так но это уровень приоры а то что дать а те кто 200 зарабатывает покупают приор те кто 200 зарабатывает он не зарабатывает а ворует это раз и легально не заработаешь это какой-то обман это неправильно